Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Мы продолжаем серию видео по реконструкции стен старого дома. Уникальность этой работы в том, что он будет из двух частей. Старая стена, которая не будет убираться, положена на клейне, и новая постройка, которая будет сложена с более обработанного камня, будет сделана с цементно-известковым раствором. Новые растворы будут соединяться со старыми стенами. С чего начинается строительство стен? Конечно же, с разметки, а с маяков. Если на доме не поставить металлические маяки, то маяки — это наши нитки. Натянули нитки, и по ним выставляем каждый камушек. Сначала выставляются угловые камни, и потом уже на угловые камни натягиваются нитки, и потом уже идет ряд за рядом. Дом мы будем складывать из того же камня, который разобрали. Единственное, что в доме очень много мелких камушек, очень много халик, вот таких халик, как у нас под ногами. Да, из таких халик не каждый сможет строить, даже, так сказать, мои мастера. То есть, это нужно уметь, определенный навык для того, чтобы сделать из халик. Мы будем еще применять новые камни, которые обработаны, и новые, и совместно с старыми камнями, и получится такой, как бы, микс. Поэтому это будет хороший дом. Он будет сливаться полдома земляного, полдома на современный материал, то есть на раствор. Как необходимо класть камень? Вот вы положили лицевую сторону, положили внутреннюю сторону, обязательно забутовка. Вы знаете, когда я работаю с камнем, у меня молоток существует только для того, чтобы каждый камушек ударить сверху. В камне есть такие поры или еще что-то, то есть я его сверху бью молотком, для того, чтобы каждая пора заполнилась раствором, для того, чтобы камень сел на свое место. Допустим, если вы его поставили, и он у вас перекосился, значит, снимите, добавьте раствор, и потом потихоньку ударяйте, для того, чтобы он стал, чтобы не было внутри воздушных ванночек, не создавалось. Тогда это будет хорошая, качественная работа. Когда я работал во Владивостоке, у меня там был заказ, там привозили в основном мелкий камень, габионный камень, с которым нереально работать, нереально сделать квадратик или еще что-то, потому что он гранитный, мелкий. Но с этого мелкого камня можно делать шедевры, и я в этом убедился, с любого камня можно строить, не обязательно его обрабатывать. Камни должны перевязываться. Перевязка должна быть не только наружная или внутренняя, то есть внутренняя стена, она должна быть и внутри стены, где камни кладутся 25-50 см. Если у вас камень пошел 40 см вглубь, и вы поставили где-то там с другой стороны 20-25 см, значит, сверху, с другой стороны, где 25-сантиметровый камень, идет больше камень, чтобы он делал нахлёст на другой камень, чтобы это все перевязывалось. И так же само кладутся и холики, и камушки, не просто вертикально, а именно так, чтобы они перевязывались. Здесь трудно немного сообразить, настроить свое мышление, правильно? Конечно, сейчас есть цементный раствор, который не позволяет твоему камню выпасть. Ну и то, если вода попала и пришла зима, конечно, он выпадет. Делайте правильно, учитесь работать. К вам потом не будет никаких претензий, потому что у вас все четко. Что можно сказать о самой кладке? В первую очередь, обработка. Камни должны быть глубокими. Если наша стена 60 см, то камень может быть 50 см вглубь. И это нормально. Не надо оббивать фасты. Фасты должны идти вглубь. Чем глубже камень, тем лучше. Как показывает опыт, ребята, мастера стараются сделать фантик, просто оберточку для домика, оберточку для камушка. Да, это приятно, но не суть аккуратности наружности камня. Суть аккуратности внутренней кладки, внутренней перевязки. Камень должен быть от 25 до 50 см. В нашей толщине, если вы мне подадите кучу камней, я их стараюсь не обрабатывать. Я знаю, что каждый камушек имеет свое место в кладке. Я не кладу камни, камни ведут меня. Это как пазлы, которые нужно правильно расставить. Я, когда работаю, беру молоток только в том случае, когда мне нужно приступить камень и когда мне нужно сбить острые углы, изобилие камня, В данной кладке эти квадратики не нужны. Я вам рассказывал, что это не доходит. Именно этот дом нуждается в другой кладке, практически без обработки. Для того, чтобы он смотрелся, как старинная кладка. В данный момент, когда у меня работают ребята, когда изобилие камня, изобилие старого камня и мелкого камня, то есть разные камни. И ребята начинают перебирать камни, когда их нужно просто брать и класть. Нужно включать определенный образ мышления. Не просто к этому прийти, но включая мышление, можно сделать так, чтобы на территории не оставалось ни одного камня, который можно просто взять и откинуть, и сказать, что этот камень не подходит. Нет, все камни подходят для строительства каменного дома. Если камни не подходят на лицо, значит, он подходит в забутовку. Если камни не подходят в забутовку, значит, его можно где-то всунуть, как холичко, если он туда, значит, его сверху можно, еще куда-то можно. Всегда любой камень для строительства дома. Причем, так как у нас сделана старая кладка, мы его будем расшивать и закрывать все мелкие холички. Это проще простого строить дома. Забутовка. В зависимости от кладки. У нас кладка идет по рядам. Есть кладки, которые не идут по рядам. Допустим, один камень выступает, другой камень опускается. То есть, хаотичность камня. Тогда это совсем другая кладка. Но все равно, какая кладка не была, она должна вовремя забутоваться. Допустим, если у вас камень 40 см вглубь, не произведена забутовка, вы начинаете лепить, ставить подпорки. Не надо этого делать. Подпорок не должно быть. Камень должен твердо встать на свое место. То есть, камень 40 см. Раз раствора подместили, поставили, и все, он стоит. Забутовку очень важно делать не просто на тот раствор, который вы кладете в свои камни. А забутовку необходимо делать немножко жиже растворчик, чтобы камни в нем просто тонули легко. Потому что, если вы возьмете тот раствор, на который вы кладете камни, он слишком суховатый. А это так необходимо для кладки, для того, чтобы кладка хорошо сватывалась внутри. Как же стоят перекладины? Оконные, дверные. Двери у нас сделаны за счет вертикальных, угловых, ступенчатых камней. Если интересно, как делаются горизонтальные и вертикальные перекладины, смотрите по ссылке. Не надо забивать арматуру в камень. Это нехорошо по отношению к камню, потому что металл рвет камень, как и дерево рвет камень. Не надо засверливать арматуру в камень. Другое дело, если что-то медное, не ржавейка, сверлите, забивайте. Лучше всего делать без арматуры, на хороший раствор, чтобы это было ровненько, и все это будет стоять. В состав раствора у нас, допустим, 500-ый цемент, мы делаем 1 к 6. Добавляем известь. У нас не песок речной, у нас отсев, поэтому мы добавляем известь, для того, чтобы раствор был эластичнее. Состав раствора вы никогда не получите, как у нас, потому что у вас другой регион, у вас другой состав, у вас другой песок, у вас другой цемент, и поэтому вы спрашиваете в тех ребят, которые кладут кирпичи, они вам расскажут. Единственное, если у вас песок речной, вы добавляете туда немного отсева, чтобы камень не просто проваливался, потому что если мелкий песок, то немного неудобно работать. Ну и потом, что касается раствора, раствор постоянно садится. Всегда необходимо подмешивать раствор. Перед каждым разом, когда вы хотите взять раствор под тот или иной камень, подмешать его, чтобы он был эластичнее, чтобы у вас камень мягко сел. Понимаете, что вы поставили, и он все на своем месте. Но если у вас там, скажем, осевший раствор, и вы сверху лепите этот камень, а осевший раствор, он становится как камень. Вы хоть что не делаете, он уже не сядет так, как нужно. Поэтому всегда нужно подмешивать раствор, чтобы было удобно и комфортно работать. Кто-то спросит, как правильно ставить угловые камни. Вы знаете, всегда мы делаем так, как вас кто-то научил. Мы делаем так, как вы сами понимаете. Мы делаем так, как не нужно делать. Почему я это говорю? Потому что на самом деле, как выставляется угол. Для того, чтобы понять угол, и как его выставить, нужно с крайнего угла натянуть нитку до следующего угла, через тот угол, который вы выставляете, на следующий угол. То есть, нитка посередине, на том угле, где вы выставляете, ее просто подняли, на тот камень, который выставляете, и все, вам видно край камня. То есть, завернутый, не завернутый. Иногда подходишь к ребятам, они там выставляют, что-то, но на самом деле, они не видят так, как вижу я. Понимаете? И я иногда задаю вопрос, а почему у тебя этот угол, как бы, заведен, или выдвинут наоборот? А ему до сих пор даже не дошло, что камень нужно выставлять, не просто угол выставил по уровню, а заднюю часть угла тоже выставить по уровню, или за счет нитки. Все, у вас уже не будет перекосов. Ведь на самом деле, маяк выставляется не только вертикально, а и горизонтально. Вот вы меня слушаете, а вам на самом деле трудно понять, о чем же он говорит? То есть, вертикальный маяк — это уровень, а горизонтальный маяк — это уровень, нитка. Если вы по таким принципам будете работать, то к вам никаких не будет никогда претензий, потому что у вас все четко. Как же соединить старую стену с новой стеной? Просто примыкаете новую стену к старой стене, и все сверху. На старую и новую стену заливаете армопояс, и дом уже становится одним целым. Единственное, что вам нужно постоянно помнить, и постоянно делать, это держать при себе воду. Для того, чтобы поливать, примыкание к старой стене, обязательно полить водой. Забутовку делаете, обязательно полить водой. А если еще ситуация, как у нас в Греции, когда постоянно жара, солнце сушит кладку, то постоянно поливайте водой. Вода укрепляет цемент. Даже если вы просто забутовку делаете, то постоянно поливайте водой, чтобы между новой и старой забутовкой не было пыли. Потому что вы раз кинули раствор, а там пыль, оно практически не пристало. Зачем вам тогда и цементный раствор? Кладите на землю, кладите на все, что угодно. Будет оно стоять. Я думаю, что если бы коснулось, то и на глину мы смогли бы положить этот дом, но пока такого задания не было у нас. Поэтому мы положим на современные материалы. Но я не думаю, что они оправдывают себя. На глину тоже можно положить, и будет смотреться очень хорошо и долговечно. Причем здесь не имеет значения состав. Состав глины можно сделать определенный раствор, для того, чтобы этот раствор хорошо брался на мастерок, не прилипал к мастерку, и прилипал к камням. То есть здесь нужно, конечно, поработать, постараться это сделать, но класть можно не только на глину, а и на песчаную такую почву. Что значит песчаная земля? Это все, что у вас под ногами, на то можно и класть, и это будет стоять очень долго и хорошо. Потому что мы когда разбирали, это было две части дома. Одна, так сказать, песчаная часть, и вторая глинистая часть. И то и другое прекрасно зарекомендовало себя, и то и другое хорошо стояло. Поэтому даже если нам коснется поставить дом на глину совместно с песком, перемешку, для того, чтобы вязкость была правильная, это вполне реально, что это можно сделать. Возможно, такой вариант, если мы найдем хорошего инвестора, который мог бы с нами вместе построить такой дом на глину с изливковым или с глинистым раствором, и я думаю, что на этом можно тоже зарабатывать, потому что он экологические дома. И это очень интересные, такие могут быть проекты, и актуальные, и просто нужно начать кому-то это делать. И, возможно, мы к этому идем, но у нас пока нет техфинансов. Что касается перекладин, вот почему я подхожу на видео и пытаюсь рассказать ребятам. Вроде, ребята уже не один год работают, люди понимают, вроде и я где-то напоминаю, и говорю о том, как нужно. Так как же нужно? Перекладина не должна ровно стоять, у нее должен наклончик быть наружу, для того, чтобы, если будет ливень, чтобы вода стекла на угол перекладины, и стекла вниз, и не текла по дверям, и не затекала во внутрь. Вот зачем нужен этот угол, немножко вперед. Но об этом мы отдельно поговорим, я как-нибудь сниму об этом, чтобы и вам было понятно, потому что есть много разных нюансов, все сразу не объяснить. Итак, следующее видео, как мы обрабатываем угловые, как мы колем камень, и делаем подготовку к строительству каменного дома. Заходите к нам на сайт, там много разных уроков, учитесь зарабатывать на камне. Мастера, с нами, вы будете всегда правильно делать. Состоятельные люди, если у вас нет мастеров, если у вас с деньгами порядок, мы приедем и сделаем, построим. Мастера. Мастера. 착 верkom,